Одной из основных задач сельскохозяйственной кооперации является создание условий для эффективной деятельности производителей путем их объединения. Кооперация позволит выстроить единую агрологическую цепочку от производства до реализации сельхозпродукции с выходом как на региональные, так и на российские рынки. И сегодня задача властей всех уровней – донести до владельцев ЛПХ и фермеров смысл создания сельхозкооперативов. Эта тема послужила поводом для встречи жителей Вознесенского поселения, заместителем главы района по вопросам ОПК и специалистами управления сельского хозяйства. Вместе они обсудили вопросы развития кооперативного движения на селе. Сельскохозяйственный потребительский кооператив. Как он создается? Он создается сельскохозяйственными производителями. 80% членов этого кооператива должны быть сельхозтоваропроизводители. Это могут быть личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, юридические лица организации, которые занимаются сельхоздеятельностью. 80% от общего количества членов кооператива. Участник встречи Борис Стрельцов заверил, что кооперация позволяет успешно решать самые важные вопросы на селе. Это занятость и доходы, объединение сильных сторон и повышение рентабельности агрохозяйств, а в целом укрепление сельской экономики, дополнительные источники доходов, бюджеты всех уровней. Программа сельхозской операции – это на сегодняшний день одна из самых ключевых программ, о которой говорит губернатор Вениамин Иванович Кондратьев. Потому что защита и обеспечение хорошей, стабильной деятельности малых форм хозяйствования, то есть КФХ, ЛПХ – это как раз будущее за кооперацией. Почему? Когда они имеют маленькие объемы производства в виде молока, мяса, овощей, им очень сложно найти серьезные рынки сбыта, нормальную цену, таким образом оправдать и окупить свой труд. А вот объединение – это позволит создавать крупные кооперативы, в которых они смогут иметь хорошие контракты с сетями, фасовку этой продукции, продавать ее значительно дороже, нежели тот первичный продажный момент, чем они пользуются сейчас. Это сборщики молока, это заготовители мяса, то есть люди, которые тоже продолжают эту продукцию правильно и грамотно продавать. Успех в развитии сельхозской операции напрямую зависит от работы администрации сельских поселений. Управленцы этого звена знают людей на местах, понимают, какие вопросы надо поднимать на кооперативный уровень, что выращивать, перерабатывать. Вознесенское руководство готово помогать своим жителям. В любом случае мы только за. Во-первых, это политика президента района, ну и мы, соответственно, будем поддерживать и оказывать любую помощь посильную, что согласно законодательству будет заключиться от нас. Мы все это будем предоставлять. В прошлом году в Вознесенском поселении уже образовался кооператив по переработке молока и мяса. Это сельхозпредприятие объединило четыре крестьянско-фермерских хозяйства и шесть лично подсобных, в их числе Вера Сидорова. Она уже знает, что процесс организации очень трудный. Много времени занимает оформление документов, подготовка территории, покупка спецоборудования. Надо общаться, надо проводить собрания, надо рассказывать людям. В Лобинскую администрацию мы действительно можем обратиться за помощью, нам там действительно все помогают, все рассказывают. Главная мысль встречи, которую попытались донести до местных жителей, сельхозкооперация позволит фермерам и владельцам ЛПХ стать конкурентоспособнее и диктовать свои условия. Но многие селяне привыкли развивать свое хозяйство самостоятельно и с недоверием относятся к сельхозкооперации. К сожалению, есть и негативное мнение о бывших колхозах, о кооперативах, которые создавались, рушились. Но я бы не анализировал эту ситуацию, хорошо ли было, плохо ли было. Сегодня у людей эти вопросы правильные и они должны понимать, все то, что мы предлагаем, оно действительно хорошее, лучшее и за этим перспектива. Вот это самое главное, чтобы люди поняли и реальными действиями подтвердили, что это действительно хорошо, что будет стабильная поддержка государства в виде выделения грантов, помощи, развития сельхозкооперации. И многие из людей это понимают и задают уже правильные вопросы, как двигаться дальше, как создать, как подготовить документы, как создать кооператив и как начать работать в нем. В районе перспектива создания мы видим порядка трех кооперативов. И это люди, которые реально знают ситуацию, законодательно ее изучили, готовы, разные направленности, фруктово-ягодные сады, молочные направленности и переработки молока. Но люди должны прийти к этому сами, они должны вовлечь в кооператив нужных и понятных людей, имеющих одно мнение относительно кооператива и начать работать. Наталья Литвиенко, Георгий Сопов, телекомпания «Лабам». Георгий Сопов, телекомпания «Лабам».